Эта страшная история начиналась не у нас, но у нас она продолжится и закончится. Ребята, перед вами Роник. Ему приблизительно 7-8 месяцев. Машина сбила мальчика в Армавире. Его отвезли в клинику, посадили в клетку и про него забыли на месяц. Врач, который осмотрел его в Армавире, сказал, что ничего делать не надо, все срастется само. Через месяц зоозащита забрала мальчика из клиники и перевезла его в Краснодар. В Краснодаре его показали врачам, но также ничего делать не стали. И зоозащитница из Краснодара обратилась к нам за помощью. Сегодня мальчик приехал к нам. Завтра его осмотрит наш врач. На сегодня у парня, само собой, сразся таз. Мальчика очень сильно беспокоит левая лапа, и он время от времени начинает скулить и грызть ее. Где-то у него защемлен нерв, и мальчик испытывает боль. Кроме того, вот эту жуткую рану, ее необходимо зашить. Как можно было бросить вот так животное и сказать, само срастется. Тот, кто это сказал, это не врач. Это не врач, это коновал, живодер. Так и хочется спросить, а если бы у тебя был распорот пах, тебя бы тоже оставили на сращивании? Страшно, ребята. Страшно, что в ветеринары идут купившие себе корочки. Вот эта ситуация с этим ребенком, она говорит сама за себя. Если захотите помочь, ребята, будем искренне благодарны. Ну, вот эту часть пениса удаляет, и, например, делает уретростаминию. Типа да, вот я тоже думала. То есть ее выводят уретро до этого части. Но это если у животного уже наступают проблемы с мочеиспусканием. В принципе, с этой проблемой, если он мочится, ну, в принципе, мочится, как бы он жив. Ну, это же инфекция туда попадает. Ну, это постоянно ему надо ухаживать за этим местом. Честно, на данный момент, ну, неплохо на данный момент. Ну, просто что нам с ним делать? Его так пристраивать, его так не пристроить. Не пристроить, да. Потому что один семянит у него, получается, в мошонке. Тих, 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 тих. Что такое? Ты что разнемечился? Второго, может, или вообще нет. Что ты разнемечился? Или, может, он в брюхе. Два неуча. Осматривали собаку. Без наркоза жмякал. И заявлял, что можно так оставить. Это же не мешает собаке писать. Он так спокойно, врач, говорит о том, что эту рану надо оставить. И что надо за ней ухаживать. Господи, как можно после этого его называть врачом? Вот этот осмотр проводил врач в Краснодаре. Один бросил щенка в клетку выживать на месяц. Второй, помяв его со всех сторон, решил, что ему так можно жить дальше. Третья попытка, ребята, будет завтра. Я расскажу вам, что скажут о нас. Вы знаете, я держала его сейчас в руках, а у меня голос дрожит, и руки трясутся. Потому что вы только представьте себе, какую боль перенес этот крошечный ребенок. 30 сантиметров весит, наверное, килограмм 4-5, не больше. И вот такое дитё. И оно ещё доверчиво идёт на руки. Когда мы перестаём быть людьми? И разве можно назвать врачом того, кто посадил его с такой жуткой раной в клетку и месяц не помогал? Просто выживет, значит выживет. Нет, значит нет. Нет, это чудовищно, друзья. Бог судья им, всем, кто видел и остался равнодушным. 19-й год, друзья, он заканчивается очень тяжело. Так хочется, чтобы вся боль осталась в нём. А надежда и желание помогать, милосердие, доброта, чтобы встретили нас в 20-м году. У нас очень много поломанных малышей. В следующий ролик я покажу вам, как они выздоравливают. И это ваша заслуга, друзья. Какая бы боль ни была в этом мире, обязательно найдётся в противовес доброта и тепло, и любовь, и сострадание, и милосердие. Это вы, друзья. Ваша поддержка, ваша помощь. Та, что помогает спасать. Да, ролик тяжёлый, друзья. Но я хочу сказать вам, храни вас Бог, люди, от боли, от несчастья, от слёз, от страданий. И благодарю вас за то, что все эти годы вы с нами, за то, что благодаря вам у нас есть шанс спасти их. Вы себе не представляете, как много вы делаете. Каждый по капле, а в результате вот такой огромный поток добра, который помогает спасать. Если захотите помочь, ребята, будем искренне благодарны. От всего сердца, от имени этих ушастых, от их лохматых душ. Спасибо вам, люди. С наступающим вас Новым Годом. И простите, что заканчиваем мы его болью, от него. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...